Здравствуйте! Это городские истории, программа о самом лучшем городе на свете, которому в этом году исполнится 980 лет. Оставайтесь с нами и в течение ближайших 20 минут вы увидите. В сегодняшней программе мы узнаем, сколько раз отмечал новоселье дворец пионеров, выясним, какие молитвы произносят верующие в больнице и университете, расскажем, кто из известных людей останавливался в курской гостинице Полторацкого, а также покажем, как с помощью бумажной салфетки обновить интерьер. Мы продолжаем гулять по городским микрорайонам, которые находятся не в историческом Курске, а стали его частью в результате роста областного центра. И сегодня мы приехали в район сельскохозяйственной академии. Здешние улицы появились на картах Курска 28 ноября 1958 года. В середине прошлого века проходила самая активная фаза роста нашего города. Впрочем, тогда новые здания строили не только на окраинах, но и в центре города. Безусловно, украшением Красной площади нашего города является здание гостиницы Центральное. Владимир Борисович, а что в старину было на этом месте? В 18 веке именно на этом месте располагались постоялые дворы. Следовательно, еще предки нынешних курят здесь устроили трактиры с местами для ночлега и двором для лошадей. А когда здесь возникла знаменитая гостиница Полторацкого? В первой половине 19 века. Именно на этом месте, в стиле русского позднего классицизма, 1-3-19 века, был сержен трехэтажный каменный дом, в котором разместилась гостиница и известная даже в империи ресторация владельца Полторацкого. Чем же так прославилась эта ресторация? Обычно в гостинице останавливались приезжающие в Курск крупные чиновники, помещики, важные гости из столиц, военные чины. Среди курян долгое время бытовала легенда, что в ней останавливался Александр Пушкин по пути своей поездки на Кавказ. Это ему предписывалось известное четверостишье? Да, я его процитирую. Я в Курске, милые друзья. Я в Полторацкого таверне. Живее вспоминаю я о деве Лизе Даме Керне. Так это всего лишь легенда? Получается так. Еще в воспоминаниях Анны Керн было сообщено, что это четверостище написал поэт Дельвих, ближайший друг Пушкина, который неоднократно приезжал в наш город и останавливался в этой гостинице. Никаких документальных подтверждений пребывания гениального поэта в Курске нет. Остается лишь довольствоваться строками Александра Сергеевича из «Путешествия в Арзрум». Вот я процитирую. «Мне предстоял путь через Курск и Харьков, но я своротил напрямую Тифридскую дорогу, жертвуя хорошим обедом в Курском трактире, что не безделится в наших путешествиях, и не любопытствуя посетить Харьковский университет, который не стоит Курской ресторации». Так Пушкин имел в виду Курскую ресторацию на Красной площади? В пушкинские времена в считанных городах империи имелись известные ресторации. Я перечисляю, в Санкт-Петербурге, в Москве, Одессе и даже вот в провинциальном Курске. Известность замечательному Курскому съестному заведению дал его владелец Федор Маркович Полторадский. Если ресторация Полторадского была великолепной, то и гостиница тоже была превосходной? То одно время это было так. Известный меморист Вигель сделал такую запись. 6 числа приехал в Курск, пристал я в великолепной гостинице Полторадского. Так всегда эта гостиница была отличной? Не всегда. Летом 1834 года, в дождливый нудный день, в этой гостинице поселился тамбовский помещик на дворный советник Давыдов. Может быть погода подействует, не знаю, но сама гостиница ему из-за плохо приготовленной еды и грязного гостиничного двора не понравилась. Правда, выйдя на массивный угловой балкон, любопытный помещик оставил в своем дневнике замечательное наблюдение за Курским крестным ходом. Но все равно это была самая большая и престижная гостиница в губернском городе. В ней останавливались вельможные особы или люди, чьи имена прославились в мире. Так-то в первую половину XIX века через Курск проезжал в имение князей Борятинских, Марьина, их управляющий, Инцарский. Вот что он написал в своих воспоминаниях. Мы с женой остановились в лучшей гостинице. Из соседнего номера до нас доходили звуки, скрипки и шум танцев. Когда мы спросили, кто занимает этот номер, нам отвечали – Богданов с детьми из Москвы. Нам и в голову не приходилось, что 14-летняя девочка Богданова впоследствии будет знаменитой танцовщицей и наполнит мир славой. Надежда Богданова, выдающаяся русская артистка балета, для которой переделал балетную сцену в опере Роберт Дьявол Мейерберг, она первой из танцовщиц утвердила славу русского балета за рубежом. Все, что вы рассказываете, очень интересно. Так что давайте на следующей неделе продолжим разговор о гостинице Патратского. Созвольте. Всего доброго. Спасибо. 2012 год для нашего города богат на всяческие юбилеи. К примеру, Курскому троллейбусу в этом году исполнится 40 лет. Кстати, троллейбусное депо как раз располагается в микрорайоне Схам. Курский дворец пионеров и школьников в 2012 отмечает 75 лет. О жизни дворца сегодня в рубрике «Этот город самый самый» расскажет Юлия Варшавец. Его двери распахиваются в 8 утра и закрываются спустя 12 часов. Кажется, что Курский дворец пионеров и школьников всегда располагался здесь, на Ленина 43. Однако это лишь самая современная глава из его 75-летней истории. В 30-е годы по всей стране, то есть в Советском Союзе, стали открываться внешкольные учреждения, которые были призваны объединить детей Советского Союза, готовить их к вступлению в пионеры. Вообще усиливалась роль общества в воспитании детей. И в 36-м году было принято решение Курским обкомом партии, Курским обкомом комсомола об открытии дома пионеров и октябрят. Ленина 42 в 1936, Ленина 69 спустя 2 года. Дворец пионеров и школьников никогда не переезжал с Центральной Курской улицы. Вот и в 1989 году его сотрудников настиг очередной переезд в это всем известное здание. Раньше здесь располагалась школа марксизма, ленинизма и сельхозтехнику. К новоселью сотрудники детской организации готовились почти 2 года. Старались ничего не забыть на прежнем месте жительства. Мы перевезли оттуда все, стулья, столы, сейфы, пианино, книги, все на свете. И за время переезда мы потеряли только точила, которая стоила 10 рублей. Я об этом говорю с особой гордостью, потому что мы перевозили свое имущество очень бережно. Оно и так-то было не новое. В 58 аудиториях кружковцы начали осваивать живопись, учиться краить ткань, создавать луноходы и телевизоры. Сегодня сказать ребенку, что дети сделали телевизоры или сделали телевизионную студию, это все равно показаться старинным при старинном, старым при старом, устаревшим при устаревшем человеком. Но ведь тогда это было первое слово техники, главное слово техники – телевизор. Телевизоры тогда не были в каждом доме или сейчас, как в каждом доме, в каждой комнате. Это была новинка техническая. Технические новинки, достижения в искусстве здесь помнят и ценят. Как в 40-х учились фотографировать, в 50-х ставили спектакли и осваивали токарное мастерство, в 70-х создавали радиотехнические лаборатории. Одно из самых важных событий в истории Курского дворца пионеров и всей страны произошло в 1961 году. Под руководством Льва Кононова здесь был построен первый в России карт. Хронику успеха кружковцев можно узнать в музее Дворца пионеров, а их имена здесь знают все. Конечно, это по всей истории. Если, например, Борис Наумович Голубицкий – это выпускник Валентины Ивановны Афониной, драматический кружок. Он главный режиссер Орловского драматического театра имени Тургенева. Это артист поцелуев, он работал в нашем Курском драматическом театре. Кстати, Владимир Владимирович Бортко – знаменитый режиссер. Это выпускник Дворца пионеров и школьников. Вадим Яковлев – очень популярный актер. Владимир Винокур – это наш кружковец. Стать кружковцем Дворца пионеров и школьников может любой ребенок от 4 до 18 лет. Чем бы ни влекался школьник, для него обязательно найдется студия по вкусу. Здесь представлены 125 программ. Некоторые воспитанники посещают сразу по 2, 3, а то и по 5 кружков. Расписание здесь составлено так, что ни минуты за все 12 рабочих часов здания не пустуют. Это 5,5 тысяч детей. Это три средние большие школы. Причем есть очень большое своеобразие в организации работы этих детей. В школу, в любое образовательное учреждение ребенок пришел, юноша-подросток, отзанимался и ушел. У нас же идет движение в течение всего дня. Утром занимаются самые маленькие. В хореографическую студию Виктория принимают с 5 лет. Эти кружковцы не забавные малыши, а серьезные танцоры. Они занимаются в студии второй год и уже умеют стоять у станка. Первый год это малыши. Мы занимались ритмикой. Два года они уже занимались ритмикой, поэтому мы сейчас встали лицом к станку и занимаемся классическим танцем. Это самая главная задача наша – правильно стоять, красиво стоять. Первые два года мы учились улыбаться, мы учились друг друга уважать, мы учились этикету хореографии. Хореографию выбрали 250 воспитанников Дворца пионеров. 45 развивает свой певческий талант в эстрадной студии «Лель». За 20 лет существования педагоги коллектива вырастили участника «Утренней звезды» – главного режиссера цирка на Цветном бульваре солистов джазовых коллективов Москвы. Возможно, скоро к ним присоединится восьмиклассница Анастасия Ефремова. Я собираюсь связать свою жизнь с музыкой и с вокалом в том числе. Полгода назад я была на конкурсе во Франции. И там мне предложили, когда мне исполнится 18 лет, обучаться там. То есть, как только мне исполнится 18, я сейчас учу язык, я поеду туда и буду учиться там. Отсюда выходят и талантливыми актерами – поющими, танцующими и играющими. Такими курских школьников делает музыкальный театр «Муравейник». У нас не просто театр, у нас музыкальный театр. То есть, у нас дети и танцуют, и поют, и занимаются актерским мастерством. То есть, очень у нас большое внимание уделяется вокалу. У нас замечательный педагог, заслуженный учитель России. У нас замечательный хореограф. Вот вы сейчас видели наши репетиции, Ирина Ивановна. И, конечно, чудесный режиссер. Чтобы стать талантливым художником или именитым скульптором, не обязательно ждать поступления в университет. Художественную студию Дворца Пионеров принимают с четырех лет. Я рисую автопортрет. Я буду рисовать красками. Смотрю в зеркало и что-то помню. Вот эти бабушки подарю. Время не стоит на месте. Обновляются и студии во Дворце Пионеров. Здесь уже изучают экологию и православную культуру, которые так актуальны и популярны сегодня. В следующем году, возможно, откроют кружок подрастающих юристов и начнут выдавать документ об образовании. А местным пионерам есть чем заняться. Они готовят поздравления Дворцу, который на следующей неделе отметит свой 75-летний юбилей. При проектировке новых микрорайонов в середине прошлого века максимально учитывалась вся инфраструктура. За исключением культовых сооружений. Ведь руководители страны Советов и в страшном сне не могли представить, что граждане нуждаются в вере. Но время все расставило на свои места. И теперь новые храмы появляются и в спальных микрорайонах. О новых курских домовых церквях сегодня в рубрике «Городской портрет» расскажет Тимур Кузнецов. С 1722 года, вплоть до Октябрьской революции, в Российской империи были распространены домовые церкви. Это могла быть комната в большом доме или учреждении, а также отдельная постройка на прилегающем участке. Домовые церкви обязательно освящались и предназначались для определенного круга людей. Разрешение на их постройку давали епархиальные архиереи, а в столице – священный синод. В 1918 году все подобные заведения были упразднены, но после войны стали вновь появляться в больницах, военных частях и государственных учреждениях. Исключением не стал и Курск. Уже 7 лет пациенты областной клинической больницы имеют возможность быть прихожанами местного храма. Священники называют его молитвенной комнатой. Действительно, по размерам она немногим отличается от медицинской палаты. Расположена на втором этаже поликлиники и работает ежедневно с 8 утра до 5 вечера. Здесь и медперсонал, и больные. Ну, конечно, хотелось бы больных побольше было. Смотрю, вот я хожу каждый день, практически одни и те же. Вот те, наверное, которые понимают значение этого, ну, этого, как бы вам сказать, этого момента, что ли, в жизни у человека. Один раз в день в храм приезжает священник, чтобы совершить богослужение. В такие моменты в молитвную комнату выстраивается целая очередь. Верующий, не успевший занять место в храме, молится прямо в коридоре. Практически бываем каждый день, совершаем богослужение. Это, в частности, молебны о болящих. Причащаем палатах, причащаем молитвенные комнаты. Люди в этом нуждаются. Наша комната молитвенная при областной клинической больнице очень востребована. Мы получаем очень много благодарностей, как и от персонала больницы, так и от больных, которые здесь проходят лечение в стационаре. Так что мы здесь плодотворно трудимся. Большинство прихожан – женщины. Но говорят, что даже главный врач больницы здесь – частый гость. А почему нет? Хотя в молитвенной комнате нет алтаря, здесь предоставлены те же самые услуги, что и в обычной церкви. Можно заказать молебен, панихиду, сорока уст, поминовения и многое другое. Правда, все ритуалы будут происходить в храме Пантелеймона Целителя. Непосредственно в больнице священники совершают обряды причащения всех нуждающихся. В некоторых случаях экстренно приезжают к тяжелым больным. У нас много таких случаев было, что у каждого есть свой святой, кто именно кому-то молится, например, Матроне или кому-то. И вот люди, которые здесь работают, часто рассказывают об этих делах всех, что действительно есть такое, действительно помогает. Главное – вера. И все будет хорошо. И вам того же желаю. Говорят, что священник отвечает за душу, а врач – за тело. Их совместные старания здесь порой творят настоящие чудеса. Не менее искренне веруют постояльцы Дома ветеранов войны и труда. В этом учреждении домовая церковь существует уже 15 лет. Службы здесь не совершаются, можно только помолиться. Комната открыта всегда, и каждый желающий может прийти сюда в удобное время. Все иконы принадлежат жителям Дома ветеранов – покойным и ныне здравствующим. Эта домовая церковь оказалась еще более маленькой, чем в больнице. Но и постояльцев в этом храме меньше. Ежедневно ходим, а люди мало ходят. Вот что у нас. В 8 человек ходит. У нас беда только, что мало ходит народ. Ходило больше, до 20 человек было. Но те померли. А новые поступают, ходить не хочут. Ключ от этой домовой церкви хранит постоялеца Дома ветеранов Александра Баркова. Она же выполняет роль священника, читая Евангелие и Акафисты. Дважды в день здесь появляются и официальные богослужители. В 7 часов утра перед завтраком и во второй половине дня после обеда. Наш приход – это храм Святой города Курска. Еще при настоятии отца Анатолия, он благословился, начали священники ходить. Причащают периодически, когда люди хотят. Зовут священника, он ходит по палатам, причащает. Мы приезжаем на Пасху сюда, освящаем куличи. И вот на крещение Господне освящаем воду. Для утешения этих людей, которые здесь находятся. Крещение в Доме ветеранов – большой праздник. Все хотят заполучить святую воду. Молитвенная комната для церемоний слишком мала, поэтому для освящения воды предоставляют большую столовую. В этот день сюда приходят даже те, кто не может ходить. Что-что, а веру у этих людей не отнимешь. Если б не помогало, я и пришла сюда такая, горбатая, хромая. А Господь дает, и по порожкам хожу, ничего. Ничего, слава Богу, она лучше, когда хуже. Ну что сделаешь? А сделать можно церковь. Например, при университете. Это храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия при КГУ. Раньше он располагался в одной из аудиторий учебного заведения. Теперь занимает собственное здание. Строительство продолжалось 10 лет, и, наконец, в 2008 году, в праздник Кирилла и Мефодия, архиепископ Курский Ирыльский Герман совершил великое освящение храма. Накануне его открытия, телеграмму с благодарностью в адрес ректора университета прислал председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин. Сейчас в эту церковь входят не только студенты, преподаватели, но и жители города, не имеющие отношения к университету. В нашей рубрике «Сосед» мы, как правило, рассказываем о людях, у которых есть какое-то необычное увлечение. Сегодня я предлагаю отправиться на мастер-класс и сделать что-то своими руками в технике декупаж. Татьяна Борзенкова профессионально занимается керамикой, аппликацией, вязанием, вышивкой. Техникой декупаж мастер заинтересовалась несколько лет назад, но не случайно. Сначала для того, чтобы украшать глиняные игрушки. Взяли тогда глинную кожлянскую, она у нас гораздо светлее, покрыли ее краской, то есть сделали фон. Правда, ушла звонкость, но для некоторых работ, когда это не колокольчики, это вполне подошло. И вот тогда уже на этот светлый фон был нанесен декупаж. Мастерица освоила старинную технику не только на керамике. Разноцветными салфетками она теперь искусно декорирует и украшения, и шкатулки, и даже мебель. Сегодня у Татьяны мастер-класс в областном доме народного творчества. Она учит технике декупаж на посуде. Рабочая поверхность должна быть обезжирена, а руки чистыми. В качестве основы мастерица выбирает тутовую или рисовую бумаги. Они удобны для работы. Выкройку Татьяна приклеивает на поверхность при помощи акрилового лака. Здесь важна аккуратность. Но еще больше признается Татьяна нужный настрой. Точно так же, как говорят, злой не готовь. Если злая, плохое настроение, не подходи к кастрюле. Ничего, кроме злобища, в этой кастрюле после этого не окажется. Изжога будет у всех следов в семье. Точно так же. То есть нужно собраться в хорошем состоянии, в хорошем настроении, с хорошими мыслями, как говорится, кто к чему обращается. Лучше, как я, как правило, это боженька благослови. Татьяна Борзенкова делает работы в разных стилях, следит за модой. И в зависимости от сезона в ее коллекции появляются браслеты и пуговицы с цветочными узорами или музыкальные инструменты с мотивами сафари. Сама для себя больше люблю светлую тональность, люблю цветы, люблю стиль прованс, люблю шеби-шик, то есть вот то, что состаренное. Именно в стиле ретро Татьяна Борзенкова украсила шкатулку, где теперь хранит все для своего творчества. Вещь удобная, а главное – долговечная. Такая красота не сотрется, уверена мастерица. Но все зависит от тщательности и материалов. Торопиться нельзя, каждый слой лака должен просохнуть. После можно приклеивать основную картинку. Это часть салфетки. Для стакана Татьяна выбрала новогоднюю тематику. Наносит еще один слой лака с клеем. Кстати, лучше кистью мастерица считает собственные пальцы. Ими и творит. Техника одна, а вот материалы могут быть разные. Декупаж – это бывает и кружева, это бывает кожа, да, это бывают ткани. Новогодние игрушки делали, когда-то были шары. Я сделала из осенних листьев. То есть осенними листьями вот все это делал, выложил и такие, значит, даже лакировать особенно не стала. Кстати, изящному искусству Татьяну Борзенкову никто не учил. Теорию мастерица осваивает в практике. К тому же ни литературу, ни интернет никто не отменял. В сеть Татьяна тоже регулярно выкладывает свои видео мастер-классы. Не устает экспериментировать и находить своим работам новые применения. Это не матрешка, это чехол под бутылку водки. Причем я ее промеривала, полулитровая проходит, 0,7 не знаю, еще не промерил. Ни одно умение даром не дается, уверена Татьяна. Поэтому берется за кисточку и салфетки снова и снова. И всегда идет навстречу желающим. Ведь чем больше конкуренция, тем выше мастерство. Архивные выпуски нашей программы вы в любой момент можете посмотреть на сайте ctc-kursk.ru Ну а новые городские истории мы расскажем ровно через неделю. Смотрите СТС Курск. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok